Йоу, друзья! Всем привет! С вами Кочи! Сегодняшний видеоролик у нас с вами будет про Петра Баталова. Ну а если быть точнее, про Петра Иванушку, который у нас ведёт YouTube-канал под названием «Всё нормально». Так вот, если вы помните, не так давно я снимал видеоролик в его поддержку, ведь в его адрес поступали угрозы с расправой, и все его счета заблокировали. Я был действительно готов помочь этому человеку, ведь у меня есть знакомый в спецслужбах, и всё, что мне требовалось, это просто узнать номер мобильного телефона его девушки, чтобы пробить этот номер и узнать, кто же на самом-то деле звонил его девушке. Хотя с самого начала, опять же, Пётр заявлял, что все вот эти угрозы девушки были отправлены через WhatsApp, но потом он быстренько вспомнил, что это не так, что, оказывается, звонили со скрытого номера телефона. Но забыл человек, оказывается. И я всё равно, знаете, ну думал, может быть, реально так оно и произошло, может быть, действительно, ну, человек проговорился, не то сказал, может, реально всё было так, как он заявляет. Но когда я был действительно готов ему помочь, он резко начал соскачивать. Я ему сказал, что давай я сейчас передам твой номер мобильного телефона своему другу из спецслужб, и он этим займётся. Но я также его предупредил, что если всё то, что он говорит, это неправда, то он об этом может даже пожалеть. И Петя просто перестал мне отвечать. Он мне сам сказал, что он мне напишет, но он попросту пропал. Когда я ему уже написал, он уже заявил, что он всё, больше не будет снимать видеоролики на политическую тематику. И я также, кстати, выяснил про вот этот вдолг 50 тысяч. Он мне сам сказал, что всё это бред. И я прошу человека, который ранее озвучивал, что Пётр Иванушка должен вам 50 тысяч рублей выйти со мной на связь и предоставить хоть какие-нибудь профы. Действительно ли вам Пётр задолжал 50 тысяч рублей, потому что Пётр заявляет, что на тот момент ему было 15 лет. Понимаете, я вот тот человек, который хочет действительно узнать правду, как всё на самом-то деле произошло. И лично я на данный момент в Петре очень сильно сомневаюсь, потому что никаких железобетонных доказательств он не предоставляет. И когда я готов был ему помочь, он взял и соскочил. И давайте я вам сейчас предоставлю мой разговор с Петром. Алло, привет, Петь. Привет, дро. Слушай, мы по поводу тебя очень много и долго разговаривали. И они вот реально могут помочь, они готовы помочь только в том случае, если всё, что ты мне сказал, это правда. Просто вот с этими людьми шутить не надо. Думаю, ты меня понимаешь прекрасно. Смотри, смотри, я же ситуацию стопроцентно гарантировать не могу именно что-то делать. Потому что у меня есть информаторы, которые там скинули эту статью, вот ролик движного. Ты же его видел, да? Ролик движного, да, видел. Вот, и он там в заказном ролике про меня вставляет методичку. Ну, ты представляешь, как может в ролике обо мне быть вставлен кремлёвский тезис про лодку? А ты не думал, что он, ну, типа, оговорился и так далее? Да нет, он так не оговаривается. Он там, типа, не нужно раскачивать. Так, не простое время для России. Понимаешь, ну, это просто сто процентов. До этого мне человек скинул информацию, что Собяниновские это всё делают. Вот, то, что звонок был, я могу подтвердить, мы ходили в полицию и так далее. Просто, какие условия, что ты имеешь в виду? Вот смотри, вот этот человек, который тебе скинул, что за этим Собянин, с ним можно как-то связаться? Они же могут с ним тоже поговорить? Слушай, он попросил меня вообще это не втягивать. А, даже так. Может мне верить, может мне не верить и так далее. Ну, там, знаешь, человек сам там сытся, намёклый мне всё покидал, статью скинул. Говорит, сопоставь. Просто я сам пока что ему говорю, что я сам не могу сказать сто процентов Собянин или это нет. Но он мне так сказал. Если это действительно рук Собянина, я сказал, что ты снимал там про него видеоролики, про плитку. И он сказал, что по факту ты должен перед ним извиниться тогда за эти ролики, удалить эти ролики, чего лично я бы не сделал. И в каком-то из роликов хотя бы нативно там намекнуть, что вот Собянин там улучшил Москву, что он там улучшил экономику Москвы. Без проблем. Я могу публичные извинения привести. Ты что, прикинь, а насколько я... Подожди, подожди, стой, стой, стой. Ты это сейчас серьёзно? Ну, как бы да. Извиниться перед Собяниным? А, слушай. Петь, тебя просто, ну, блин, ну не знаю. Ну, если хочешь, не хочешь, властичственно, всё. Я тебя не слышу, Петь. Что-то со связью. Алло, теперь слышно? Да, я тебя слышу. Я говорю, ну, всем моим родственникам пишут угрозы, как бы, понимаешь. А номера есть вот номера вот этих или тоже со скрытого? Ну, там прямо в Инстаграме люди пишут. Ты же, я там комментарий скрыл, прямо в Инстаграме пишут, твоя мать родила урода, бля, мы её накажем, мы накажем тебя. Ты же мне не пишешь. Ну, это последние люди, которые мать трогают, это конченые люди. Вот, смотри. И как бы, бегать, доказывать, какой смысл, это есть. Ну, я как бы не вру, да. Какой-нибудь смысл. Поэтому я не хочу, здесь вопрос не мне, я не хочу подставлять своих родственников. Вот так. Ты же, я, представляешь, ну, это же, как бы, там говоришь, что ты всё придумал. Ну, насколько я вот всё уже, вот это вот пропустил через себя, ну, так просто не бывает. Ну, слушай, блин, вот, ладно, допустим, вот ты в видеоролике извиняешься перед Собяниным, но ты же не будешь вот реально говорить, что он там улучшил Москву и так далее. Ну, я как-нибудь аккуратно сделаю, обтекаемо, так как, знаешь. Я, в принципе, в принципе, знаешь, если мне, ну, вот, постречаться с этими людьми, да, я могу с ним поработать, там, не знаю, в Грозный съездить и так далее. Если им это нужно, там, осветить какой-то город красивый и так далее. Ты же, в принципе, могу быть полезен как блогер, потому что я хорошее видео могу делать. Блин, ты чё, ну, ты же оппозиционер. Ты, ну, просто сказать, что вот, ну, помогите, типа, давайте, там, действовать в рамках Конституции и так далее. Смотри, ты понимаешь, что, как бы, все действия, которые были против меня, они незаконны. Ну, и как раз-таки, да, вот, просто встретиться и сказать, что вот, я вот могу извиниться перед этим человеком и попросить, чтобы эти люди действовали в рамках законодательства Российской Федерации. Да нет, 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 я, в принципе, просто я могу не трогать большинство пянули. И вообще, а, как бы, ну, не знаю, а что такого? Ну, просто смотри, если ты перед ними дашь слабину, они потом скажут, ну, как я их знаю, они потом скажут, всё, больше там про власть, ничего не говори Путина, не трогай этого, не трогай. Всё, короче, они, ну, воспользуются этим. Вот, что я тебе намекаю. Без проблем, слушай. Блин, что-то... Слушай, я точно с тобой разговариваю? Да. Блин, ну... Ладно, я тогда даю сейчас твой номер ему. Погоди, 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 я тебе расскажу. Когда, посмотри, моей маме почти 60 лет. Вот, и она уже мне который день в слезах набирает. Понимаешь, да? Как бы, и... Как бы, там, не знаю, стрёмная тема. Я не буду брать, там, других своих родственников, как я, там, вот, про маму. Ну, прикинь, если, там... Ну, это конченые люди делают, ну... Не-не-не, прикинь, если, там, допустим, там, с ней сейчас что-то случится, она не выдержит, там, какой-нибудь инсульт и так далее, я просто себя не прощу. Ну, это да. Понимаешь, как бы... Ну... Здесь уже такие болевые точки. Ну, просто... Я там не хочу, чтобы с моей девушкой, там, что-то случилось и так далее. Ну, вот. А они именно, судя по тому, что они звонили девушке. Понимаешь, всё это очень... Ну, да, фигу... Тревожно, неприятно и так далее. Ну, просто смотри, если, как я узнавал, если действительно они звонили со скрытого номера телефона, то через оператора своего можно узнать, что это был за номер. Ну, я думаю, ты это прекрасно знаешь. Так, посмотри, вы подали заявление в полицию. Там, это... Типа, мне сразу сказали, это ничего не даст. Нет-нет-нет, ты просто вот, если номер узнаешь, кто звонил через оператора, ты мне скинь, я скину это им, но ты уже сам. Я вот сейчас скину им твой номер телефона и объяснишь. Я это могу всё рассказать, просто вопрос в том, знаешь, что я не хочу воевать, я не хочу жертвовать своими родственниками, близкими и так далее, потому что это уже, наверное, того не стоит. Ты смотри, ты слышишь, что я говорю? Я готов закончить деятельность полностью. Все вот эти ролики, просмотры, там, всё это, карьера, это всё в пизду. Я не хочу жертвовать там девушкой, мамой и так далее по списку. Понимаешь, что я сейчас побегу, скажу, что мама у меня заболела сильно. Да всё похуй. Не похуй только мне. Ну, это да. А если там, не дай бог, из моих родственников кто-то машину случайно собьёт? И что, я выйду схожу, блядь, кто-то там сбил моего родственника, да всем будет тоже похуй. Понимаешь? Ты ж, ну, такие дела, такие дела. Ну, слушай, смотри, я тогда сейчас скину султану твой номер телефона, вот тоже ему всё расскажешь подробно. Только вот я тебя сейчас по-человечески прошу, если вот всё, что ты сказал, это враньё, ну, этим людям лучше не врать. Если они проверят и окажется, что это враньё, ты просто себе хуже сделаешь. Я вот поэтому хотел с тобой поговорить, что, ну, это реально не шутки. Если они подумают, что ты вот над ними захотел наврать, то... Нет, погоди, погоди. Я сейчас от них прошу, чтобы я безопасно вышел из этой истории. Ты понимаешь, о каком вранье вообще речь? Нет, ну, по поводу Собянина идёт речь. Нет, нет, нет. В том числе, ну, посмотри. Про Собянина это всё-таки всё равно... Догадки, да? 90% догадка. Я могу ошибаться. Ну всё, тогда им скажи, что вот я лично считаю, что я ошибаюсь там, но может быть за этим стоит Собянин. Я говорю, версия, то, что это сделано политехнологами Собянина, она всё же 90%, не 100%. Я могу ошибаться. Но все угрозы, аресты, это всё реальность. То есть, ничего не придумано. Понимаешь, да? Ну, может, просто встретиться, поговорить с ними и так далее, чтобы, грубо говоря, я не знаю, они мне обеспечили какую-то безопасность. Ну, всё, всё хорошо. Я тогда тебя не буду задерживать. Фух, я передам твой номер сейчас телефона им. Подожди, 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 подожди. Давай сейчас подумаю немножко. Можно это сделать? Да, конечно. Я подумал, потому что... Ну, прикинь, вот до чего доведён? То, что всё, как бы я готов закончить канал. Ну, это да. Не, просто если действительно Собянин, вот выяснится вот это, они узнают, то можно этот вопрос решить. А если это какие-то левые люди, или если ты это придумал, то сам понимаешь. Просто я боюсь, чтобы хуже тебе не было. Вот в чём проблема. А как может быть хуже? Смотри, как может быть хуже? Если они поймут, что всё это ты сделал ради хайпа, ради просмотров, что... Нет, 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 нет. Не, подожди. Какой смысл хайпа, если я хочу закончить эту деятельность? Вот я... Ты смотри, это же абсурд. Как бы я прошу у них, грубо говоря, чтобы... Ну, какого-то понимания, чтобы от меня отстали, чтобы я никто не трогал. А я готов извиниться перед Собянином. Понимаешь, да? Ну, это бред. Ты же, я извиняюсь перед Собянином, а я как бы подписываю себе приговор. Да я тебе и говорю, я тебе и говорю. Как оппозиционера ты подписываешь себе приговор. Ну, смотри, смотри, так какой мне смысл, если я всё придумал? Просто единственное, я повторюсь, возможно, есть вероятность, что это я всё надумал, и это не Собянин, а, допустим, какая-нибудь Бочкарёва. Знаешь такую актрису? Это кто вообще? Нет, не знаю. Ну, Пухина, про который я ролик снимал. Условно, ты же... Смотри, это может быть любой герой моих роликов, которому не понравился мой выпуск. Ну, тогда им так и скажешь. Ну, вот, да, да, да. Там, не знаю, условно, там Михалков. Просто сейчас, смотри, вот хотя бы какую-нибудь зацепочку, номер телефона, там, даже если он скрытый, да? Или вот просто они могут твой номер телефона пробить или номер телефона твоей девушки по базе данных и посмотреть, даже если там скрытые номера, узнать, кто во сколько звонил, из какого там места, там, по IP всё пробить, местоположение узнать, кто это был, на кого номер зарегистрирован, вот этот скрытый. Может, вообще не из нашей страны звонили. Всё, может быть. Так, хорошо. Давай я сейчас всё-таки подумаю, ладно? Ну, давай. Только серьёзно подумай, давай. Да, ну, спасибо тебе, в любом случае, большое за помощь такую, ладно? Давай, хорошо. Давай, на связи. Ага, пока. И знаете, когда я снял видеоролик в поддержку Петра Баталова, мне сразу же написал будильник «Кому не всё равно», что, мол, я заступаюсь абсолютно не за того человека, что он обычный артист и аферист, на что я сказал Вильгельму, что пока что сложно делать какие-либо выводы, ведь пруфов и доказательств мало. Потом он мне кидает паспорт этого Петра, и оказалось так, что его настоящая фамилия это Иванушка. Но я тут подумал, ну, хочет он называть себя Баталовым, пусть называет. Пока что не за что к нему зацепиться. Но когда я уже готов был действительно ему помочь, чтобы узнать, кто же действительно ему угрожал, он взял и соскочил. Ведь я его предупредил, что, мол, Петя, если вот эти вот люди выяснят, что ты всё это напридумал и тебе никто не угрожал, то ты сделаешь хуже только самому себе. На что он просто взял и соскочил с этой темой. И вот, Петя, я сейчас при всех готов сказать, если действительно тебе угрожали, я до сих пор готов тебе помочь. Но сейчас мне почему-то кажется, что всё, что ты сказал, это абсолютный блеф. Это неправда. Ты преследовал, как я считаю, совсем другие цели. Братья и сёстры, ну а что лично думаете вы? Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Конечно же, я могу ошибаться, и я наоборот буду рад помочь Петру, если ему действительно угрожали. Но, как вы видите, он сам не нуждается в помощи, он не хочет найти того человека, кто ему реально угрожал. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube-канал и Instagram, жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube вообще редко уведомляет вас о моих новых видеороликах и распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду. И также пишите как можно больше комментариев, чтобы ролик выдвигался и YouTube. Всем спасибо, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok